Так, мы находимся снова в Агладульсе и стартуем в Сан-Хосе на Кабу-де-Гата на Альмирийском берегу. Сан-Хосе на Кабу-де-Гата на Альмирийском берегу. Сан-Хосе на Кабу-де-Гата на Альмирийском берегу. Тут типа кровать находится, всякие полотенца, вот тоже есть окно, все замечательно. Вот в таком стиле оно сделано. Вид изнутри. Веночка тусуется. Такой сносный санузел. Одно место для причиндалов, уборка, синенькое все такое, веночка зашла. Ну что, поплавали, пошли, покупались в Средиземном море, поплавали, вот до половины восьмого повалялись на пляже, подремали немножко. Пришла семья французская с детьми с собакой и всех разогнали с пляжа. Ну, уже практически никого не было, но мы посредним здесь. Ветер поднялся такой. Водичка тепленькая такая была, нормальная. Около берега прохладная, вот туда дальше проплыть. Там уже потеплее. Мне интересно тоже такое дно, песчаное, как лунная поверхность, все равно, рифленое. А дальше... И на протяжении длительного промежутка такого дна, оно не углубляется, а так долго, так далеко достаточно идет дно, не углубляется. Вот, а потом, там, где начинается альг, типа зелень всякая произрастать, тут песок, 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 а тут зелень такая, и уже тут наверху тепленькая такая водичка получается. Тоже интересно. И еще в Сан-Хосе съездили фабеночка мороженого, захотела, и мы съездили в Сан-Хосе, купили мороженого, поели так по-выстрому. Ну, сегодня мы ездили купаться на пляж, который называется Кала-Карбон, но это тоже вот Сан-Хосе, все около Сан-Хосе, и Медиалуна. Ну, нормально, поплавали, волны были небольшие, ну, такие достаточно. Ну, там тоже интересно, что дно очень долго остается неглубоким. И так вот, идешь, 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 я там плавал, как, типа, как крокодил из-под воды выползал. Ну, что, ну, нормально здесь очень, ну, прикольно уже, вот, 1 июня. Солнышко такое классное светит, подразумевает, там я пофоткал тоже эти все пляжи, людей мало еще, ну, нормально. Ну, ветер такой. На песочных пляжах песком засыпает, черный песок там вот на Медиалуна, черный песок такой. Не очень приятно было, мы потом перешли, туда, выше, на камни. Что еще? Ну, водичка четвенькая, нормальная, я вылазить даже не хотел. Нормально. Ну, второй день уже здесь, тусуемся. Заяхали в Сан-Хосе в магазин, купили брюки, типа, в еночке. Ну, и каких-то пирожных, местные специалисты, типа. Да, хотели поплавать на каяках, типа, взять вот в наем, ну, арендовать. Ну, к счастью, потому что я так не особо хотел, ветер вот такой сильный, поэтому никакие каяки не прокатили. Ну, зато позагорали, покупались в море. На лето так приезжать, вообще замечательно. Но летом здесь будет очень много народу. Вот сегодня там по дороге мы ехали, в принципе, уже так машин довольно-таки немало стояло, но еще не так. Еще 2-3 семьи, не больше, так, на пляж. А в основном здесь, наверное, яблоку негде упасть. По дороге проехались красивенько такой, ухабистой. Ну, она же там не асфатированная, это же все... Это же все находится резерв натюрель, капо де гата. Тепло. Я немного даже вот здесь сгорел. Ну, вот сегодня последний день. Только что пошли, покупались вот в такой классной бусточке. Вот, смотрите. Сейчас уезжаем. Ну, водичка была очень классная, тепленькая такая. Последние вот такие кадры покупались. Сейчас я еще голову помою. И поедем назад в горы. Да, научился... Ну, все, все глубже и глубже ныряю. В общем, метров на 5-6 уже научился нырять. Надо так, типа, воздухом продуть ногки, напродувать, а потом раз. Ныряешь и... Ныряешь и продуваешь потом воздухом, это же самое, как его. Через нос. Через нос оно выходит. И потом, все, воздух весь выдувается. И так поврожаешься низко, и потом всплываешь. Здесь не песчаный пляж, здесь такой каменный, с камешками. КОНЕЦ КОНЕЦ